Прогноз погоды без термометра Обработка каналов у меня стоит 1047 долларов 50 долларов и 45 Всем привет, вы на канале Олеси Винглер Это очередной влог нашей русско-американской семьи О том, как течет жизнь семьи в Америке Как это вообще соотносится с теми новостями, которые вы получаете по телевизору Сегодня у нас хороший день Мы едем сейчас на Антошин экзамен по карате Должен получить следующий пояс Молодцы, с новыми свеженькими поясами, круто Где-то уже снег, где-то уже дожди А здесь по-прежнему Сегодня у нас 12 ноября и вот такая погода Теперь отмокаем Антоша у нас получил синер елл белт Да, он немножко расстрелся, потому что он рассчитывал на оранжевый пояс Ну, значит, надо чуть-чуть побольше заниматься На самом деле я была рада, что школа серьезно оценивает действительно на белтест, как выступают дети Не просто, так скажем, раздает эти пояса направо-налево Потому что в Америке это часто бывает, что, грубо говоря, тебе уже чуть ли не за участие Просто дает медаль, потому что ты пришел, уходишь, деньги платишь регулярно И поэтому ты как бы нормально, молодец, и вот медаль свою получил Сейчас самое красивое место вам покажу в моем доме Вот эта терраса Вот эта голубая глазь, это Тихий океан, за мной Фантастика Никогда не думала, что придется пожить напротив Тихого океана Но прогноз погоды без термометра То есть выходишь, и можно сразу сказать и, в принципе, понять, какая погода Солнечная, холодная, ветренная Ну, дождливо практически никогда не бывает Покажу вам поближе эту красоту Ой, смотрите, смотрите, птичка калибри А, ну я сейчас постараюсь показать Вот, смотрите, вы видите, птичка калибри Вон она, и там она к соседке прилетела, обалденно Но террасу сложно держать, да, в хорошем виде Видите, вот здесь у меня две бугенвилии Вот эта вот бугенвилия, она просто, она цвела На прошлой неделе она цвела Но было два дня с ледяным ветром, просто с ледяным И я уже чуть позже поняла, что надо было закрыть вот эту часть чем-то, да, чтобы не дуло на нее В общем, они, знаете, эти бугенвилии, они как будто сгорели Вот этот цветок, я не помню его название красивое Я его уже спрятала вот здесь Успела, как говорится, что сколько листьев нападало Не занималась неделя сада Немножко подбила, и сейчас еще буду мыть террасу Здесь у меня есть шланг Потому что на самом деле, как ни странно, но очень много грязи от океана приходит каждый день Вот моя соседка, она, она молодец, она регулярно моет, наверное, даже несколько раз в неделю Казалось бы, откуда оно здесь будет пылиться У нас нет никаких больших дорог рядом, да, между нами и океаном маленькая дорога неактивная Но, тем не менее, да, грязь есть, даже я бы сказала, очень много И мебель металлическая, учитывая, что влажность, очень быстро рожевеет То есть все, что мы купили, это столик Буквально там месяц-два все прожевело Ну вот, немножко хотя бы освежила террасу Тыкву надо уже убрать, Хэллоуин прошел А вот эти бугенвилли будем, конечно, как-то восстанавливать На этой неделе вот Петя приехала с командировки после Лондона и Праги Я его очень много раз спрашивала Основной вывод, который для себя я сделала, что все преувеличивают, да То есть вот то, что мы читаем про Европу, что там все плохо, Европа загибается Значит, бизнесы встают, там дома, квартиры холодные будут Преувеличено Так же, как преувеличено про то, что в России как бы все плохо В России там тоже есть, будет скоро нечего Люди все уезжают, всю жизнь стоит И вообще там Россия катится в тар-тарары Так же про Америку преувеличено, что сейчас будет гражданская война Что люди будут выходить Экономика сейчас рукнет тоже, да Судя по тому, что он рассказал, что Лондон кипит В Праге тоже все бурлит Он говорит, что бизнесмены настроены достаточно так агрессивно и позитивно в Лондоне То есть нет каких-то ощущений, что там Великобритания пойдет Люди работают, делают свои дела Конечно, не без трудностей, не без негативных каких-то изменений Здорово, когда есть возможность реально посмотреть на вещи Куда-то съедет, оценить их, спросить там у родственников других странах, как они живут Потому что все, что пишут газеты, это нужно делить на два как минимум Потому что в реальности ситуация несколько другая Если вы новенький, на этом канале подписывайтесь Буду рада всем новым зрителям Скоро на канале YouTube здесь будет 20 тысяч подписчиков Вроде бы маленькая цифра, но с другой стороны приятненькая Поэтому я что-то обязательно разыграю и отправлю Отправлю, пожалуй, трем подписчикам какие-то классные сувениры из Ридон де Бич И отмечу здесь, что я параллельно завела еще канагул на Яндекс.Зен Он тоже называется Олеси Винклер Поэтому если вам удобно смотреть меня на Яндекс.Зен То подписывайтесь на Яндекс.Зен, найдите меня там и смотрите меня там Вот сегодня суббота, у нас время к пяти вечера Видите, солнце уже низко Сейчас будет закат И многие люди приходят просто вот посидеть на пляже сейчас на свежем воздухе На закат посмотреть Конечно, вода холодная уже Купаться на самом деле сложно Только серферы купаются в своих костюмах Потому что сейчас волны высокие То есть сезон пляжа, он уже как бы закрылся На самом деле сезон пляжа здесь, он похож на европейский То есть уже зимой здесь нельзя купаться Но тусоваться около океана люди любят Завтра у меня день рождения Завтра мне исполняется 41 Накануне дня рождения у многих возникают такие какие-то мысли и рассуждения Да, чего добился, что получилось Ну понятно, что мы все стареем и мы все меняемся Сложно быть в 41 такой же там свежий как бы 25 Но с другой стороны есть только других достижений Растут маленькие дети, да, они требуют много очень сил Поэтому я бы сказала, что с ними нет даже возможности думать и сожалеть о том Что годы быстро идут, что ты стареешь, что вот какой-то возраст Потому что есть просто большая ответственность За понимание того, что нужно беречь силы Нужно в себя вкладывать, нужно в свое здоровье вкладывать Потому что ты ответственен за этих маленьких детей Ты должна иметь достаточно сил, чтобы их вырастить Чтобы о них заботиться Мне 41, но моим детям 5,7 То есть я сколько лет еще должна быть в состоянии бодрости, энергии Хорошего ментального здоровья Чтобы полностью вырастить своих детей Да, наверное, надо рожать раньше при возможности Потому что тогда, конечно, это все проще, чем сейчас Сегодня я расскажу вам очередную историю про мои зубы Поставила коронку я в Америке Потому что, ну, вроде бы мой врач, который до этого все хорошо лечил Сказала, что трещина там на зубе нижней у меня, который жевательный Поэтому, значит, нужна коронка Ну, хорошо, сделали коронку, 500 долларов я заплатила Это при покрытии страховки, да, страховку покрыла, ну, по крайней мере, половину Она, в принципе, тут же стала меня беспокоить То есть у меня зуб очень сильно реагировал на холодное и на горячее Какой-то дискомфорт был, когда я жевала В общем, она мне говорила, ну, потерпи, надо привыкнуть Это все же коронка, терпи, терпи Коронку я сделала в конце сентября Сейчас у нас уже середина ноября, да Я к ней ездила 4 раза На эту коронку шлифовала Сказала, может быть, там она высоковата, еще что-то В ноябре мне уже это дело надоело Я говорю, слушай, ну, зуб по-прежнему реагирует на холодное и горячее Я просто не могу есть Она мне говорит, да, ты знаешь, придется тебя отправить на вот 3D-скан На более такой объемный рентген Потому что она говорит, здесь у меня рентген, ничего я на этом рентгене не вижу Иди в другую клинику, с которой работаю, они тебе сделают реген, и они тебе скажут, что То есть, во-первых, интересный факт, что здесь все стомодологи занимаются разными вещами Да, они все разделены То есть, она ставит коронки, там лечит зубы Другая стоматологическая клиника занимается зубными каналами, этими пломбированием Третья там занимается, не знаю, там обедением зубов и так далее Второй момент, она просто протянула время для меня, мне сейчас уезжать нужно в поездку И я говорю, нельзя было раньше мне сказать, если понятно уже, что какая-то проблема у меня под этой коронкой Ну, то есть, наверняка, она просто напортачила, не запломбировала правильно эти каналы Не знаю, что она там сделала Вот, в результате получается, что у меня там что-то, наверное, с зубными каналами Ну, в общем, вот сегодня я была в этой новой клинике, которая именно занимается каналами Да, здесь, значит, врач мне сделал тот же самый рентген И говорит, ну, то есть, судя по ощущениям, у вас там надо пломбировать каналы Я говорю, ну, как судя по ощущениям Она меня отправила, чтобы вы сделали мне более объемный 3D рентген И сказала, что там на этом рентгене, может быть, что-то будет видно, чего она не увидела Он, ну, если хотите, да, 3D скан, я вам сделаю, но страховка его не покрывает Значит, это 200 долларов Ну, мне уже черять нечего, я говорю, хорошо, делайте вот этот объемный 3D рентген Который она сказала, чтобы вы мне сделали Давайте хотя бы посмотрим, может быть, ну, действительно она что-то не видит Ну, посмотрели, не знаю, корник о корне Он говорит, ну, я же вам сказала, вот, 3D скан, он тоже ничего не показывает Просто вот я посмотрю на ваши симптомы, вы описываете симптоматику И, судя по симптоматике, просверливает вашу коронку И, соответственно, нужно там пломбировать каналы Да, то есть нужно удалять нерв, в общем, закрывать эти каналы Я говорю, а она что, не пломбировала или что она вообще делала? Он говорит, ну, я не знаю, что она делала Типа, она вот что делала, то делала Она все правильно делала Ну, мы же не можем, типа, говорить, что будет в будущем Вот мы делаем, а вот в будущем потом вдруг что-то неприятное появляется Значит, вот что они мне насчитали Сейчас покажу, что они мне насчитали План лечения, что у меня обработка каналов у меня стоит 1047 долларов В общем, всего у меня, видите, получилось У него только лечение 1166 долларов Вот, 759, они ожидают, что моя страховка покроет И я заплачу 406,40 долларов То есть калькуляция такая получается Да, 500 долларов я заплатила уже за коронку 260 сейчас заплатила, 200 за 3D рентген и 60 за консультацию 400 я должна буду заплатить за планирование каналов Вероятно, которые она не сделала или не планировала Или что-то пошло не так И вот сейчас я ей позвоню, интересно, за новую коронку Которую она должна будет потом мне установить После вот обработки каналов Она мне сколько, интересно, скажет Опять 500 платить? Или, может, скажет, ну, давай 4,150 Типа, ты же пострадала, я тебе скидку сделаю Ну, то есть, это просто ужас Вы понимаете? Соматология в Америке Сколько я занимаюсь одним зубом Сколько времени это занимает А она явно мне что-то нафакатило И в какую стоимость это все выливается Пришла сейчас быстро на обед После всех этих врачей Покажу вам хоть что ем В общем, стресс надо заесть Эти зубы Вот такой вот лимонад у меня с лавандой А здесь у меня блюдо называется Ахи тюна поки Это с пунцом Такая как бы замаринованная свесь Водоросли Здесь у меня имбирь маринованный Какие-то тут, не знаю, сухие водоросли Лучок и рис Ну, надеюсь, что нормально все будет После такого блюда Сейчас будет часть влога Для тех, кто любит шоппинг Покажу, как сейчас выглядит Универмаги В американские преддверии Уже Рождества Вот как у меня муж ржет Он говорит Да, Виктория уже не та Да, у Виктории уже больше нет секретов Потому что у нее вот такие клиенты Вот это у нас прямо сейчас на входе в Зару Берышки и такие блесточки Вот эти шуртики мне понравились Блестками надо найти где И посмотреть, сколько они стоят Очень много черного в этом сезоне Нехарактерно для наших коллекций Потому что у нас-то все время солнце Вот, но на самом деле Некоторые приятные вещи Сейчас я тут уже присмотрела Парочку вещей Хочу померить Обычно у нас коллекции Намного более такие цветущие Ну, может фурово, тепло Я даже не знаю Иногда заходишь, видишь пальто Думаешь, а кто его будет покупать Зеленый цвет Вот у нас точно прям много зеленых пальто Зеленых пиджаков Зеленые брюки видела И зеленые даже туфли видела классные От этого платья мне больше нравится Да, такое комфортное платье Оно тоже все Вот в каких-то таких блестяшках золотых Это у нас стоит 70 долларов Вот мне такое просто платье здоровое Не нужно С колготами, с другими, конечно Но, в принципе, даже с этими ботинками Будет, мне кажется, ничего Такое парфетное платье Еще есть черное Но оно покороче, более мини Это мне на каждый день И на поездку будет не очень удобно Но вообще очень симпатичный Такой рукавчик классный Такой какой-то готический стиль И вот, наверное, вот такой образ возьму сегодня Такой свитерок элегантный И вот такие брючки интересные Такие приятные Они с высокой линией талии Джинсы уже просто надоели Нет сил, а это более легатый образ Можно в ресторан пойти В гости Мне нравится Берем 50 долларов и 45 И вот такая фиолетовая водолазка Смотрите А ее тоже можно с этим ручком будет надеть Немножко цвета хочется добавить Я давно фиолетовая не носила И здесь очень красивый рукавчик Такая комфортная Комфортная водолазка на осень Большое спасибо всем за просмотр Надеюсь, что вы хорошо провели со мной время На следующей неделе мы отправляемся в поездку В другой штат, где мы раньше не были Поэтому будет новый интересный влог Про новые города И про то, как американцы отмечают День Благодарения Ждем 20 тысяч подписчиков на YouTube И ну давайте хотя бы 500 на Яндекс.Зен Потому что скоро буду разыгрывать новые сувениры Подписывайтесь Пока-пока